Вот. Всем добрый вечер, кто будет в записи. Еще раз привет и добрый вечер всем, кто пришел. Ну или доброго времени суток, кто не в добром вечере находится, а в другом каком-то добром пространстве. Сразу рекламирую наши травы. Друзья, у нас в принципе тема будет сейчас посвящена миру и вселенной травы. Это все, что связано с этим отдельным. Я даже думал назвать другой мир, мир травы или вселенной травы. Но потом решили все-таки целебные травы. Они, правда, несут в себе вот этот потенциал и своей цветовой гаммой, и своими ароматами, и своими там веществами и так далее. Поэтому им будет уделяться много внимания. Нет, она не получится. Там свет у него там. Ребята, у нас лампочка одна у цыплят. Мы цыплятам отдали вторую лампу. У нас черная цыплята, в плане у них черная кожа. У нас верхний заполняющий, боковой маленький прожектор остался, а цыплята забрали все. Все забрали, все для цыплят. Вот поэтому не вышло все со светом. Плохо видно, да. Да, потом покажем. Да, еще покажем. Трава у нас периодически проходит каждый год. Мы какие-то темы пускаем, связанные с этим миром. Всегда немножко ей уделяем внимание. Как минимум практически на всех наших пейзажных курсах. Как максимум даже отдельные какие-то встречи ей посвящаем. Непростой символ. Ну и в непростое время эта поддержка. Сейчас неделя будет довольно-таки сложная по астрономическим, биоаритмологическим тоже моментам. Поэтому курс травы, он еще и в том, чтобы немножко себя трава нивелирует разные моменты. Те, которые мы усвоить не можем, дает возможность так гибко пропустить, что-то с себя стряхнуть, чем-то напитаться полезным. Превращаясь в траву, мы немножко нивелируем многие вещи. Поэтому мы думали и решили, что самый лучший курс будет в это время, это как раз трава. Вот. Ну и еще, пока не разбежались, тоже покажу картину. А четвертый формат, но можно будет работать здесь побольше. Ну да, плохо видно, но ничего. Ну, небольшой южный поток, о котором мы тоже хотели немножечко уделить внимание и погружение туда, вот в теплоту. Побольше напитать душу. Особенно, раз у вас еще поруга гуляет, надо же. Ух ты, интересно как. Так что приглашаем всех, потому что рисовать это сейчас, по-моему, это... Психическое согревание предлагаем сделать, действительно. Поживание в наше время. Да, вот с травой, конечно, тема действительно необъятная. Это правда вселенная, и там чем больше в нее закапываешься, тем больше в нее погружаешься, тем больше там всяких разных открытий. Какие-то мы с вами уже прикасались, какие-то будем открывать и сегодня тоже моменты. У нас будет карандаш, но все, что мы будем делать в карандаше, все это применяется также и в красках. Великолепно и прекрасно. И еще более подробно это можно сделать, конечно, комбинируя все вместе. И карандаш, и краски. Но это уже когда у кого-то... На карандашах мы на курсах мало занимаемся, поэтому на таких встречах. Это наши первоцветы полезли в листах. Это да, кто в записи. Прямо свеженькие. Ой, он распустился. Да, он был бутон. Был такой свечечкой. На фотографии там бутончик. Здорово. Вот, у нас начинает все цвести, начинает появляться фаза вот этих первоцветов. Их сейчас очень много повыдергивалось. Все терновники цветут, персики цветут. Тоже все это потихоньку заполняет наш край, в котором мы сейчас пока находимся. Так что будем делиться с вами. Делиться будем. Не для того, чтобы вас как-то щекотать, а для того, чтобы вас согревать. Вот, я думаю, это тоже такой хороший образ. Так, ну, с травой, друзья, я сейчас вас проведу в два, ну, скажем так, в технический прием в один, который нам понадобится для того, чтобы создавать все сегодняшние для вас приготовленные эффекты. Про траву буду потихоньку рассказывать. Сразу все так вот я не могу вылить на вас про траву, про мир травы. Но по чуть-чуть, понемножку, вот пока будем рисовать, я вас постараюсь увлечь вот в эту цивилизацию травы, в этот мир. Его обожают многие и ребятишки тоже там выискивают всяких там насекомых, там, с каких-то жучков, бабочек, там, пчелков, все эти там мотыльки, кузнечики и прочее. Многих там. По-моему, нет животных сейчас, которые траву не любят. Даже цыплята наши любят эту траву. И коты у нас траву обожают, и собакен наш тоже траву обожают. Ну, в общем, трава такая интересная субстанция. Еще и прогусеет. Ну, гуси и козы – это отдельная тема. Этим только дай пощипать. Трава, конечно, играет роль такую, ну, скажем так, наши предки заметили вот этот эффект, особенно в степных районах, в полевых, где поля, когда огромный сильный ветер-ураган двигается и мощно все роняет и падает, трещит и рвется, трава просто мягко это все так пропускает и возвращается обратно. То есть вот этот эффект, он как раз у травы очень интересный. И вот в этом какая-то одна из таких первых, ну, первые такие философские нотки, которые дает нам этот мир. То, что любое мягкое и податливое, оно пропуская вот эту свою силу, какое-то мощное воздействие стресса, возвращается легко. Психологическая штука, очень сильная, очень мощная, очень полезная. Вот к ней тоже будем немного прикасаться, но все постепенно, ребят. Сейчас я камеру переключу и начнем. Нам сейчас понадобится карандаш. Листочек бумаги. Мы предложили использовать вам А5 формат, но мы сейчас его немного подготовим с вами. Я вам предлагаю сделать из него небольшую разбивку на сектора. И для этого нам понадобится либо линейка, либо любой прямой предмет. Любой прямой предмет. Тот же второй листочек, например, если у кого-то будет запасной. Еще травинка. Пощипали. Так что я сейчас переключаюсь и начинаем. Так, на столе у нас как раз эти все травы мурава, которые у нас будут немножко погодя. Это наши другие немножко занятия будут следующие. Ну да, подходит. Здесь можно где-нибудь даже приделать. Но сейчас нам нужен будет как раз наш листочек, с которым мы сейчас и поработаем. Итак, для начала, давайте, прежде чем к нему сейчас прибежим, можно на втором листочке, на любом абсолютно, небольшой такой микротестик сделаем для нашей руки. Больше. Даже нет, не тестик. Калибровку давайте сделаем. Калибровку нашей руки. Я вам предлагаю сейчас легонько взять карандаш. Легонько без нажима. Можно взять его не как шариковую ручку, а немножко подальше, чтобы вы могли легче им покасаться до бумаги. Вот еле-еле-еле-еле. И вот легонько-легонько-легонько-легонько-легонько сделайте такую вот заполняющую штриховочку, максимально слабенькую, насколько вы можете себе это позволить. Вот максимально слабенькую. Ровненько дышите, спокойненько отпускаете свой день. Вот так вот. И вот шустренько-шустренько вот такую вот легкую-легкую заштриховку. Ее практически вот этот тип камеры моя что-то вот немножко видит, конечно, но слабенько что-то как-то она ее видит. Так, а если мы дадим больше свету лампочку мою последнюю? Ну, немножко там что-то такое, да, вот это совсем. Я немножко все-таки подниму нажим чуть-чуть, чтобы было видно в камеру, но для себя, ребят, попробуйте максимально нежную полярность такой вот этого нажима. Да, вот это немножко лучше видно. Не обязательно, чтобы она была однородная, все-таки у нас не школа рисования по графике, не то занятие немножко. Вот поэтому здесь просто желательно, чтобы вы максимально тонко, максимально нежно имели возможность касаться до вашего инструмента и оставлять след за штриховки, такой равномерной, ровной за штриховочке. Это будет наше, скажем так, первое нажатие, так и назову его, первое нажатие, которое самое легкое, прям легкое, нежное. А теперь некая ипостась будет крайне противоположная, но опять же, здесь надо не сломать карандашик, можно же ведь его так и переломить нечаянно, вот, но тем не менее какой-то нажим дайте, линия, чтобы была у вас такая уже устойчиво видимая. Назовем ее темная версия, то есть светленькая версия, легкая версия, это будет наш первый элемент нажима. Это вот будет второй такой вот элементик, когда вот вы давите, но не ломаете стерженек. Вот это будет такая вторая штучка. И третья версия, я вам предлагаю сейчас ее не штриховать сильно, потому что в этой версии вот в таком растирании, скорее всего, сломается. Это именно как шариковой ручкой. Попробуйте немножко сделать такой прям, ну, сильно графитовый элемент, карандашик немножко, скажем так, уже повыше, уже нележачий. Много не надо этого делать, это будет не такая частая у нас работа, но это будет самая темная зона. Скажем так, это будет самое темное нажатие. Мой карандаш, HB-шечка. HB-шечка это российская TM, твердо-мягкий, в общем, средней мягкости карандаш. Вот это будет третья штучка. Вот этих три градации нам хватит вообще, в принципе, за глаза. Хотя, если честно, когда я готовил нашу встречу сегодня, я предполагал, что мы только на первой и на третьей будем работать. Но вот иногда будет вторая. Но с ней разнообразнее будет. Вот с этим нажимом тоже будет очень интересно. Вот, ну а прямым инструментом теперь перейдем к нашему листочку. Прямым инструментом я вам предлагаю сейчас сделать небольшие поля. Ну, если кто-то линейкой пользует, то где-то сантиметра три, например, прям три сантиметрика. Я вам предлагаю очертить центральную часть. Если у вас нету этих инструментов, ну, например, мизинчик и следующий за ним пальчик безымянный. Вот на эту толщину можно сделать такую вот ширину. Вот. Или на глазок три сантиметра. Вот. И очертите, пожалуйста, вот это все поле на нашем листочке. Мы с вами будем вот на этих полях делать почеркушки разные. А на центральной, самой большой, получается, такой территории, уже будем всех их помещать. Вот получается, что у нас центральная работа будет. Вот этот наш прямоугольничек в центре. Это вот будет основной наш прямоугольничек, в котором будут все действующие лица заполняться. А вот на этих всех полях, вертикальные верхние, нижние, правый, левый, вот все эти поля у нас с вами будут использоваться для небольших тренировочек. Тут будут разные персонажи. Вот такую разметочку я вам сейчас предлагаю. Еще давайте минуточку я обожду и начнем. Пока расскажу общую идею. В траве чаще всего, когда мы передаем объем внутри травы, я пока внешнюю сторону буду трогать, внутреннюю немножко погодя уже. Сейчас ум успокоим нашу внешними вещами, вкусняшками, а потом уже перейдем к внутренним штучкам. Вот внешне как раз очень красиво передать траву, когда в ней есть объем в глубину погружения в этот мир травы. Мы как-то с вами делали подобный эффект где-то в прошлом году. Что-то похожее было вот в этой версии. Мы пытались сделать тоже такой же эффект. Делали сначала бледненькие травины, потом вот этот как раз второй нажим пошел и третий нажим. Вот это вот немножко пожестче. И появляется некая иллюзия, некий такой эффект, что трава уходит в глубину. Здесь трава, конечно, немножко однообразная. Мы сегодня разнообразие будем делать очень такое широкогамное. По крайней мере, несколько видов травы мы сделаем сюда, внесем. И как раз вот на этом эффекте можно построить, что вы в глубину ее туда вот в двухмерную плоскость раздвигаете, отправляете туда вот в это пространство всю нашу травушку. Как ни странно, но все эти объемные штучки из мира художественного, они немножко как бы вот эта зависимость интересная, они больше впитывают наше внутреннее ощущение. То есть объемность получается не только визуальная, оптическая такая иллюзия, что на плоской бумажке какая-то там в глубину уходит трава. Там и чувств можно больше вложить. Они туда вот объемнее входят, что ли. Вот такая вот интересная особенность тоже поймалась как-то. Вот, ну давайте сделаем где-нибудь на полях. Небольшие три ножи. Сейчас я даже так пополам разделю где-нибудь здесь. Ну, не обязательно прям ровно пополам. Такие маленькие фрагментики. Вот первый фрагментик, например, здесь небольшой, как бы а-ля спичный коробочек. Давайте первую травинку возьмем такую. Я возьму, наверное, от самых простых. Что-то таких из злаковых. У нас все травы чаще всего бывают различные злаки. Их очень много на всех практически полях. Всегда присутствуют какие-то злаки. И разновидность злаков обычно представлена тем, что у нас с вами есть какие-то метелочки, которые бывают очень разные. Метелочки плотные, метелочки рыхлые, колоски и так далее. Но вот все эти травинки, которые мы сейчас будем с вами делать вот в этих вот наших полях, я вам предлагаю делать двумя типами нажима. Первый, самый сложный, это еле-еле нажимая. Еле-еле нажимая, я вам предлагаю сейчас сделать тоненький стебелечек. Вот не сильно нажимая, бледненько. Если называть эту краску, это такая серенькая, посветлей. Наверху маленький колосочек. Небольшой колосочек. Если это показывать немножко увеличенно, покрупнее немножко, то это вот я сделал стебелек. И вот такими штришочками начинаю формировать вот эту верхнюю метелку. Только еле-еле касаясь. Вот единственная сложность. Еле-еле касаясь, вот такая маленькая метелочка наверху. Внизу к этому стебелечку несколько таких тоже тоненьких элементов. Травинка раз. С другой стороны травинка. Пока такие немножко прямоточные. Какая-нибудь травинка такая в перекос, немножко в наклон. Но тоже такого же типа. И все это такое бледненькое, бледненькое. Можно еще одну там поднять ниточку, стебелечка. Но тоже все серенькое. Тоже метелочку сделать. Вот это все максимально не сильно нажимая постарайтесь сделать. Еле-еле-еле. Как будто вам карандаша жалко. Нежненько. И вот следующий момент. Такая двойная получается форма. Это дальний план, то, что мы сейчас сделали. И сейчас раз, прыгаем на ближний план. Без всяких средних планов. Теперь я предлагаю сделать, игнорируя все, что вы сейчас сделали, травинки, которые здесь вблизи, перед этими травинками уже жирненько. Можете их делать в другой наклон. Можете с небольшим нажимом. Можно сделать какие-то там сначала, например, вылетели вот эти стебели, листики самих вот этих вот злаков. Более жесткая линия. Те сразу уходят на дальний план. Тут же. Мы, во-первых, по ним сверху работаем, а во-вторых, они более светлые по отношению к следующим нашим линиям. Вот. И теперь, например, уже пошли следующие такие ножки, на которых уже более мощные, более плотные метелочки. Вот эту идею будем мы сейчас применять на всех наших травинах. Вот такой персонаж. Один из персонажей. Простенький, злаковый. Там всякие просообразные, там овсюковые, овсюки всякие разные. Тоже, кстати, как это... Название одно время как-то пытался запоминать. Тоже там такая уйма. Паре или пыри, пыри. Нет, ты забыл слово. Надо на п как-то. Вот. Сейчас вот этот персонажик у вас есть в двух планах. Дальний план и ближний план. Я вам предлагаю сейчас вот на этой нашей территории. Давайте сейчас сначала сделаем общую такую заштриховочку бледненькую, но травянистыми движениями. Вот в ней сейчас как раз сам дух травы. Давайте попробуем передать. Где-то до середины листа. Приблизительно. С нижней части мы делаем взметание таких линий, которые можно описать как травянистые наклоняющиеся конструкции. Но это штрих. Это именно штрих, где просто трава в массе. Где-то можно кочку повыше приподнять. Если хотите показать ветер, можно все это наклонять в правую или в левую сторону. Смотрите по себе. Можно немножко изменив положение листочка слегка, слегка, слегка. Можно даже формировать какие-то в другую сторону направленные, образовывать сеточки вот этих вот наклонов. Назовем это фон. Вот некий наш такой общий фон. Но выше серединки сильно не поднимайтесь. Там может быть 2-3 кошечки, если хочется, сделайте. И достаточно. А вот что касается краев. Ну, может кому-то это понравится. Смотрите, что можно сделать. Любую бумажку прислонить к краю нижнему. И если отсюда сейчас делать вот эти вот тоже заштриховочки, то когда я бумажку уберу, будет ровная-ровная черчевая линия. Это внешнее действие. Внутренне потихоньку вспоминайте все про траву. Запуск обычно нашей сферы чувств, он очень прост. Начинается все с наших базовых чувств основных. Трава на вкус, на запах, на звуки травы, шум, шелест и так далее. Прикосновение, кинестетика, травы тоже все потихоньку вспоминайте. Когда у вас было что. По возможности более приятные ощущения собирайте. Вот и делая вот это простое моторное движение, потихоньку начинайте вспоминать. Используем наш ум, чтобы он вспоминал. Пусть этим занимается. Это самое лучшее для него дело. Вот я бумажку убираю, и прям так ровно, прям из моей линии вырастают вот эти все штрешочки. Поновые. Вот травяные чаи. Если в вашей культуре быта присутствуют травяные чаи, тоже. Это вот вам, пожалуйста, вкус. Хотя травинки, по-моему, вряд ли кто-то не пробовал травинку. Вот всякие травинки мы частенько с детства в рот тянем. Дело обычное. Вот, не считая, что много лечебных трав, отваров, тоже нередко приходится использовать в различных медикаментозных тех же моментах. Поэтому травы и кустарники – это некое представление уже о наших каких-то контактах вкусовых. Шелест травы, конечно, это особый звук. Способен на нас влиять. Один из белых шумов, воздействующих на наше подсознание очень сильно, успокаивающий потихоньку. Вот этот шорох, как и дождь, как и волна приливная-отливная. Прибой речной, морской, озерный, океанский. Так и шелест травы тоже, как волны. И вот, сделав такой фон, я вам предлагаю в некоторых местах, давайте поставим вот тут взлетающую, бледненькую сначала, начинаем с бледненьких-сереньких, чуть выше общего нашего уровня всех травок, ножку, на которой маленькая метелка, но не сильно нажимая на карандашик. То есть вот даже где-то может быть такой же бледненький-серенький. Вот вы с карандашиками можете выводить легонечко даже не одну метелочку так вот и быстренько довольно их так поставить. Как бы тут же включим наших первых персонажей в наш сюжет. Ну а потихоньку начинаем использовать уже такое внутреннее погружение вот в эти травы, погружение в траву через не только воспоминания, а вот это вот ощущение, вот этого покачивания, вот этого какого-то особого такого спокойствия, которое всегда появляется в полях с травою. Вот наверняка были на каких-то пикниках, может быть, или просто в скверах, в парках. Всегда можно это ощущение словить, когда вот около травы находишься. Часто бывает желание такое непонятно откуда, ну может и с детства оно, кстати, идет босичком побегать по траве. Вот эти эмоциональные тоже элементы припоминаете. Вот, и все вот про траву, все о траве, ее податливость, ее мягкость. Какой-то котей там у меня. Вот, но пока вот оставляем только светленькую версию. Сейчас пока мы будем делать вот первый наш проход, все будет бледненько-серенько. Сильно не нажимайте пока, еще успеем. Успеем. Ну, давайте перейдем теперь к некоторым таким семечко-колосковым, типа овса, наверное. Вот такая будет версия. Ну, где-нибудь, вот здесь я ее сейчас поставлю, вот в этом прямоугольничке следующий. Мы делаем стебелек, который идет сначала пряменько, а потом на конце немножко так раз, некоторая волна пошла. То есть шел такой пряменько-пряменько-пряменько, пряменько. И хопаньки, буквально вот так вот вверх немножко начал вдруг волноваться. Такая трепетная волнистость была. Воссоздайте. Сейчас я быстренько котеев пущу. Отсыхай. На улице дождь. Вот. А теперь представимся, что ветер дует в будущее. Это слева направо. Вот немножко движение такое. И вот несколько таких же маленьких прутков отпустим раз. И вот загнули так вот немножечко там через основную ось. Один прутик такой вот небольшой. Можно, в принципе, даже одну веточку пустим прям так вот по ветру, что называется. Даже можно ее разбить на парочку. Сильно не будем загромождать. В принципе, вот две веточки таких есть. Немножко разбить предлагаю каждую на две. Вот здесь на две уже есть. Немножко вот эту на две. Чуть-чуть. И верхушечку тоже на две. А вот теперь начинаем делать такие элементы. Я сделал, конечно, это все немножко так тверденько, карандашиком нажимая, чтобы в камеру было видно, что я творил. Но по возможности тоже постарайтесь это сделать бледненько. Вот семечка раз, семечка два на конце. Концевые сначала семечки сделаем. Семечки на кончиках. Семки концевые. А потом немножко можно семок прикладных, немножко вниз, стекающих как бы чуть-чуть. Вроде как на листочке даже могут иллюзии появиться, но будет подозрительная иллюзия. Почему-то все они вниз, от основной вот этой кончиковой семечки, вниз еще по одной хотя бы. Можно где-то даже по две. Здесь две поставлю семечки, тут одну поставлю. Вот такая вот версия. И теперь какую-то из веточек выберите себе, какую бы вам хотелось, любую. У нас получилась метелка вверху, метелочка посередке, метелка нижняя. Какую-то из них я вам предлагаю обрисовать жестче. Вот любую. Ну, я возьму центральную, наверное, вот ее жестче обрисую, то есть прям по ней. Уже немножко сильнее нажимаю на карандаш. Семечки я прожимаю чуть посильнее, поинтенсивнее. Даже вот на одной веточке, сделав такое действие, можно сделать иллюзию, что вот она немножко вперед нас выдвинулась, да, вот основной веточки. Этот прием использован очень часто в различных философских направлениях живописи. Китая, Тибета, Индия и, конечно же, Япония. Арабская тоже, кстати, пропись часто использует эти эффекты, когда что-то сделано бледно, потом темно. И вот это темно и бледно уже делает небольшое раздвижение пространства. Используется в узорах, в орнаментах всевозможных. Вот сам этот эффект, что-то темненькое, что-то остается светленькое. Можно немножко усилить, например, сделать что-то похожее, например, там дальше за этой вот веточкой, что-то похожее, тоже такая небольшая, но бледно-бледно-бледно, прям вот еле-еле-еле-еле-еле-еле. Такая вот, можно даже игнорировать, что вы сейчас здесь нарисовали, потому что все равно бледные ваши нажатия, они все равно будут казаться за вашим вот этим только что нарисованным элементом. Даже какая-то простенькая, какая-то веточка небольшая. Но иллюзия будет красивая, что вот она там еще дальше, еще дальше спрятана вот за той веточкой, еще одна веточка, и этот объем будет уже вроде бы одним карандашом, а все равно небольшая раздвижка в пространстве. Вот, овсяковые. Так можно создавать различные овсяковые, в том числе и овес. Овес, конечно, разных есть сортов. Такой сорт я не видел. Овсюк видел подобный. А вот немножечко они более упорядоченные, скажем так, у овса. Более так стройно расположены, что ли. Но если будете в любом случае делать что-то из овсяковых, обязательно торчат иногда вот эти вот лезвия, можно их назвать кинжальчики, вот этих листиков, которые там выглядывают с нижней части. И тоже образуется такой вот элемент. Друзья, сейчас со сложностями монетизации зума, кто, может быть, давно у нас не был, мы сейчас делаем 40-минутные сессии и потом начинаем просто вторую часть. Поэтому, если у кого есть время и желание продолжить, по завершении вот этой первой части у нас начнется вторая через 7 минут 5 секунд. И просто переподключайтесь по этой же ссылке, если что. Ну, а сейчас я предлагаю немножко кое-где вставить сюда как раз наши вот эти овсяковые. Тоже так, чтобы у нас так потихонечку формировалась такая кучность разнотравья. Тоже пока бледненькая. Я пока делаю все это бледненько. Еще раз напомню, прямая линия. На конце немножко можно ее так слегка-слегка по ветру. Она становится тоненькая и нежная, податливая для ветра. Вот этот хвостик последний, на котором будут первые семки. Вот семочки, вытянутая капелька такая, овал. Можно назвать, в принципе, обозвать ее рисовой тоже, как на рис похожее немножко. Что-то я не обращал, как рис. Надо будет посмотреть, как рис плодоносит. Живу в рисовом регионе. Что-то я не смотрел еще как это. Вот бледненькая версия. Темненькую пока не спешите. Мы темненько накроем все это потом, наше сокровище, убранство. Ну, хотя бы 2-3 веточки таких я вам предлагаю поставить, чтобы у вас они тоже колыхались. Если брать роль травы, просто даже ботаническую, не трогать там особо какие-то там мистические вещи и высокие материи, аналогии в том числе, то даже биологические травушки, муравушки формируют как раз тот слой, который дает возможность появляться деревьям. И очень часто мощные дерева очень сильно зависят от травяного покрова, потому что не только поставляют травушки вот этот вот мир питательный, пищеварительных, пищевых веществ питательных, а еще и влагу, влагообмен почвы. При отсутствии травы под деревьями очень быстро идет пересушивание почвы, очень быстро идет микрокапилляры корней, начинают очень сильно терпеть, скажем так, стресс, который может перерасти в гибельный. Тогда уже дерево ничего не спасет, даже поливы уже не спасут, потому что вода не удерживается, она просто испаряется. Трава как раз задерживает. Ну и в засуху трава тоже формирует такую, как это, гидросистема, которая росой собирает влагу из атмосферы и передает ее вниз в почву, не давая ей сразу высохнуть под солнцем исходящим. Тоже интересная субстанция такая. Так, следующая травина, тоже несложная. Назовем ее так, дендритовая конструкция, веточковая. Я предлагаю сейчас сделать такую, например, наклонную тоже легкую дугу веточек. Вообще прямые линии в травах, ну, редкость. Бывают? Бывают, конечно, бывают, но редко, довольно редко. Всегда это какие-то дуги, параболы. Тоже вот интересное свойство. Обратите внимание, это тоже любопытно. И сейчас я вам предлагаю сделать, например, такую еловую разбивку. Еловая – это когда идет небольшая морковкообразная. Можно симметрично, можно не совсем симметрично. Опять же, не сильный нажим пока. Небольшая такая вот расходящаяся елочка. Каждая эта веточка еще на две. Вот еще на две. Где-то приблизительно чуть ниже серединки у крупненьких. Я предлагаю их делить на две. Вот. И потом, что возможно, еще раз на две. Вот тут в маленьких уже сложно. На макушке что-то сейчас добавлю на две. А вот тут уже все, только вот здесь вот. И получают такие мохнатые, такие интересные кораллообразные немножко сеточки. Такие вот интересные, ажурные. Можно где-то больше там мелькнуть, воткнуть, трешочек такой торчащий. Но структура такая очень пушистенькая получается. Прям такая разветвленная. Очень частая структура многих-многих-многих листьев, листьев травы именно. У некоторых этих ромашек есть подобная структура архитектурная в листиках. У этих тысячелистничков, только вытянутая в длину немножко, чуть-чуть, но тоже вот некая схожесть. Более подробные вещи, конечно, лучше наблюдать уже глазками, но первичное вот это любопытство можно вот так вот сделать. Единственное, что я сейчас не сделал, друзья, это сейчас в плоскости находится, потому что нет ни одной метелки, смотрящих на нас. А если она такая вся округленькая, то есть те, которые смотрят прямо в нас, и они тоже здесь просто будут перерисовываться. Я пока их не ставлю специально, потому что на это все предлагаю сделать, может, даже немножко в разнобой, точно то же самое, но уже жирненько. И вот тоже вот это будет моя первая лапочка, и вот теперь жирненько, игнорируя все, что до этого было нарисовано. Вот это вот пошла елка. Можно прямолинейную, можно мягче, можно немножко утолще, в принципе, я только сам принцип передам. Вот, та уже будет выглядывать из нее, как будто бы чуть-чуть. И теперь вот список этого принципа я разветвляю, насколько это возможно. Верхушки там не сильно, конечно, разыграться можно, а вот чуть пониже можно уже где-то и на 3, и на 4 лапочки. Формируем вот эту дендритную систему. Веточка образная такая. Если делать только вниз, будет один вид. Если делать во все стороны, как такой, тоже как коралл своеобразный, тоже будет во все стороны, такая совсем другой будет вид, другой тип. По-моему, у моркови тоже эта система, кстати, у морковных листиков. Что-то похожее вспоминаю. Ну, у многих, у многих эта конструкция. А если это сделать определенными красками, только попрямее, да еще и в рядочек будут елки. Можно создать по этому принципу тоже елочки. Вот, но делая даже пересечение вот с той, которая сейчас там выглядывает, тут уже небольшой такой микрообъем. Вот, тоже предлагаю сейчас где-нибудь здесь хотя бы парочку таких поставить лапочек. Можно даже немножко чуть-чуть их внизу. Можно сделать небольшое такое легкое расширение вот этого лепесточка. То есть сейчас я некоторые вариации этой идеи, чтобы вы к ней тоже не думали, что такое вот то, что я показал. Можно...